Вот так каждый день жители сразу трех деревень добираются до цивилизации. Преодолеть почти три километра из грязи и воды, конечно, начерпав при этом полные сапоги, можно только пешком. Практически любая техника здесь вязнет. Вот и наш автомобиль ехать дальше отказывается. Другой дороги в деревню выселки Катрая Хаидоржева просто нет. Дорога кончается в деревне Чирикова. Дальше хода нет. Проехать здесь и в сухую погоду получается не всегда. Что уж говорить, когда на улице все тает. А между тем в деревнях нет даже магазинов. В мирное время продукты возит автолавка. На время распутицы люди потуже затягивают пояса. Это вот мы оставляем машину, доезжаем до Чирикова, надеваем резиновые сапоги и уже по вот этой всей грязи лезем, как-то пробираемся до домов. Хотя бы приехали, посмотрели, как живут люди, в каких условиях, как наши сторожилы там выживают. Без хлеба машина не может проехать по этой грязи. Медикам и пожарным тоже нет хода. А ведь только в одной деревне выселки проживает около 30 семей. Люди своими силами тушат пожары и лечат родных. И не всегда удачно. Впрочем, здесь и на последнем пути встает бездорожье. Покойников возили отсюда на санках. На электричку грузили. На электричке. В Боголюбов встречали и везли морг. Это 21 век. Это куда? К этим с ним вообще. Разобраться с дорогой, а точнее с ее отсутствием, людям обещают уже давно. Сегодня, устав ждать, люди сами едут сначала в Боголюбовскую администрацию, где, впрочем, никого нет. А потом и в администрацию Суздальского района, где и выясняется, что делать дорогу не будут до тех пор, пока не сформируют инфраструктуру аэропорта Добрынская. Окончание этих работ намечено аж на 15-й год. А значит, еще минимум два года дороги не видать. Я в сапогах, у меня муж провалился по колено, там мы лезли по грязи по этой. Вот это нормально? Это ненормально и даже печально, соглашается Александр Бабков. Но дорогу точно сделают. Она пойдет через деревню Чирикова. Сейчас эта часть пути входит в районную программу развития дорожной сети Суздальского района, где по значимости стоит на первом месте. Сказать, что дорога будет через полгода, через год, через два, я не могу. Будем входить в программу областную, такую же программу, до 2015 года, которая рассчитана. Все включают в программу, выделяются бюджетные областные денежки, там соотношение 95% бюджет области, 5% район. Приступаем к строительству. А пока людям только и остается, что утопать в грязи и ждать, когда непролазная жижа хоть немного подсохнет. Между тем, снега здесь еще предостаточно. А значит, основная распутница впереди.